Франции постановил отменить все решения, правительство Франции, отменить решение всех судов нижней инстанции о моей экстрадиции в России. И окончательно постановил, и не подлежит никакому изменению, никто не может в этот вмешаться процесс, о запрете моей выдачи в Россию, ну собственно и конечно же и в Казахстан и Украину. Ну вот, казалось бы, на этом история закончилась. Мои адвокаты были воодушевлены и сказали, что ну где-то месяц-два соответствующее решение о получении статуса политического беженца мне будет оформлено французскими властями. Но на мое удивление, хотя что удивляться, в общем-то, как теперь мои адвокаты говорят, все что касается вас, это непрерывное исключение из правил. Но здесь вот та же самая ситуация наступила, когда соответствующая ведомость, так называемая ОФПРА, французское агентство, неожиданно заснула и тянула, не оформляла, и у меня был статус заявителя, то есть не было постоянного статуса. И где-то до, почти до середины 2018 года ведомство тянуло и в 2018 году отказало. Ссылаясь опять же на том, что ну вот вышли какие-то английские решения, где вы подозреваетесь, нам достаточно того, что кто-то что-то подозревает и мы имеем право отказать в этом статусе. На самом деле, конечно же, это было прямое нарушение всех международных конвенций, законов и так далее. И мы, конечно, подали в суд. Я здесь не буду длинные истории рассказывать. На самом деле, это приключения непрерывные. Это действия казахских властей, действия Комитета национальной безопасности, переписка Такаева с президентом Макроном. И огромное количество действий разных агентов, слежка там и так далее. Поддельные документы, это я отдельно все расскажу. Здесь по этому поводу, по нашим заявлениям возбуждены уголовные дела, относительно государственных органов и всех тех, кто в этом замешан. Это я отдельно позже сделаю прямой эфир. Ну, собственно, результат этой борьбы в итоге завершился тем, что 29 сентября я получил то, что должен был получить давно, если говорить четко. Но в чем плюс? Дело в том, что этот суд квалифицировал режим Назарбаева соответствующим образом. Это я тоже отдельно скажу, как преступный и все прочее. Он все действия французских властей, которые мне не давали под разным предлогом убежище, тоже квалифицировал соответствующим образом. Одним словом, политическое убежище было приказано выдать. И с 29 сентября этого года я имею официальный статус политического беженца со всеми механизмами защиты, как международной, так и внутренней законодательства Франции. Но, тем не менее, на удивление, в понедельник, 5 октября я был захвачен в буквальном смысле. Дело в том, что здесь за мной постоянно идет охота со стороны казахских спецслужб, комитета национальной безопасности. И большое количество агентов все время за мной следят, вбрасывают недостоверную информацию. Мы знаем, что наши высокопоставленные чиновники ведут напрямую переговоры с прокуратурой Франции. Мы владеем перепиской Такаева и Макроуна на 250 страницах. И, конечно же, президент Франции не может вмешиваться в процессы, как моего убежища, так и расследования или обращения. Не должен реагировать на обращение казахских служб, которые настаивают о моем аресте, настаивают о том, чтобы меня здесь судили во Франции и так далее. Это не прерогатива президента. Тем не менее, президент Макрон как-то откомментировал. И по этому поводу средства массовой информации Франции среагировали, выражая недоумение, каким образом президент Франции Макроу может вмешиваться в процесс и вообще комментировать. Это большой вопрос. Вот, собственно, когда 29 сентября это решение было озвучено, а я его получил только через два дня на руки, где-то 1 октября. И проходят выходные 3-4 октября. В понедельник на меня совершается в буквальном смысле нападение. Именно в понедельник я перемещался в другое место, менял жилье. Я обычно меняю сейчас, каждый месяц переезжаю с одного места на другое, чтобы, ну скажем, риски меня нахождения, моего нахождения со стороны спецслужб Казахстана резко уменьшить. И вот мы сели в машину, едем, и мой охранник замечает, что за нами слежка. Мы были очень удивлены, потому что мы эту слежку отрубили, и последние два месяца мы ее за собой не наблюдали. А тут машины меняются, на дистанции держатся, ну охранник у меня опытный сразу сказал, что за нами слежка. Мы начали двигаться по городу в разные стороны, но машины как бы появлялись, пропадали. И тут я сказал, что у нас прекрасный, в принципе, вариант задержать тех, кто за нами следит. Дело в том, что по фактам нашего обращения во Франции возбуждено уголовное дело о попытках моего похищения. То есть криминальная группа, ну понятно, это спецслужбы Казахстана, которые просто попались, они написали Макрону все мои адреса, где я ранее проживал, ну скажем так, часть адресов, не все, но часть. И таким образом они продемонстрировали, что осуществляет за мной незаконную слежку на территории чужого государства. По сути дела это шпионаж. И вот по результатам нашего заявления были задействованы определенные полицейские силы. И большое количество людей уже выявлено. И мы, собственно, считаем, что пришло время задержать некоторых фигурантов. Я позвонил адвокату, адвокат начал звонить этой полицейской службе, конкретно людям. Но в тот момент это был как раз обеденный перерыв. Мы не могли этих людей найти. Но, собственно, в какой-то момент я принял решение, что нужно к какому-нибудь вокзалу выйти, сгрузить вещи. Мы решили пересесть на другую машину и подвигаться по городу, покружить, чтобы в какой-то момент все-таки осуществить захват этой группы. Ну и пока мы стояли на вокзале, думали, как дальше перемещаться. И тут неожиданно налет делается на нас фактически силами полицейской службы. Ну, где-то около 15-20 человек неожиданно с разных сторон выскочили. Они были часть гражданской, часть полицейской формы, часть вооруженной пистолеты, часть автоматами. Вот. Ну, я, конечно, когда понял, что это полиция, успокоился, ну и, собственно, улыбался. Маски, правда, были. Ну, и здесь француз заявляет, что вы задержаны по обвинению, якобы, в отмывании денежных средств. И там еще какие-то обвинения, я, к сожалению, сейчас не помню точно, что как было сказано. Вот. Ну, мы поехали в сопровождении большой группы полицейских. Операция тщательно готовилась, было минимум 30 человек, возможно, больше. Потому что вся территория была отцеплена. То есть, эта операция тщательно готовилась. Как видите, это очень синхронная операция. 29-го числа мы получаем информацию о предоставлении мне политического убежища. А эта группа нападает, ну и выясняется, что когда, собственно, в их офисе был разговор, они об этом решении были не в курсе. Ну, даже и этого решения не было, они все равно не имели права осуществлять эти все действия. Ну, и мои адвокаты сказали, что, оказывается, вот дело было в чем. Еще в июле 2017 года именно правительство Казахстана через прокуратуру Казахстана обратилось к прокурору Франции с просьбой судить меня во Франции по обвинениям, которые предъявляет мне Казахстан. Якобы в июне 2017 года меня заочно судили на 20 лет, и в июле прокуратура Казахстана обращается за помощью, ссылаясь на договор взаимопомощи между Францией и Казахстаном. Вот, собственно, откуда все это кино и поехало. Самое смешное, что этот документ лежал 3,5 года, никто его не рассматривал, и именно на прошлой неделе, когда вышло решение о предоставлении мне убийще, вся эта машина резко, буквально в один день закрутилась. Ну, понятно, что это не совсем в один день, там шли переговоры, договоренности. В полицейском участке я увидел, что очень много материалов, вырышенных со стороны Казахстана, это БТА Банк Казахстан, прокуратура, о том, что якобы я собираюсь бежать в Бельгии, что мне надо арестовать. То есть у них был повод следующий. То есть якобы казахская сторона обратилась осудить меня во Франции, и я могу сбежать, в этой связи мне надо немедленно арестовать. Но это, конечно, их заявление никто не рассматривал, и, судя по всему, в последнее время эти действия были суперинтенсивными, и они особенно действенно оказались вот в тот период, когда вышло решение о предоставлении мне статуса политического беженца. Ну и вы понимаете, что все это согласованная операция на всех уровнях. Когда многие наши граждане говорят, как же так, вы получили соответствующий статус, вас должны защитить, они, конечно, безусловно правы, потому что Франция является подписантом различной конвенции, Женевского о защите права беженцев, масса других соглашений, не говоря о внутренних законах. Ну и понятно, что если Казахстан меня преследует по политическим мотивам, а это высший административный суд Франции заявил и принял решение, если меня Интерпол снял с розыска, объявив, что Казахстан проводит незаконные политические преследования меня, то, скажем, достаточно аргументов, чтобы соответствующие службы Франции, прокуратура, следственные судьи даже не рассматривали бы обращения со стороны Казахстана. Ну не говоря о том, что Казахстан заочно меня в 2017 году в июне осудил, и не бывает, чтобы человека осудили по одному и тому же делу два раза в разных странах, так не бывает. То есть там масса нарушений, огромное количество нарушений, но тем не менее французские власти взяли за это дело, и именно на прошлой неделе стремительно все это начало двигаться. Ну то есть я считаю, что это по сути был политический сговор разных ведомств, но такое было и в Италии, когда в 2013 году был сговор полицейские службы Италии, выполняли фактические поручения казахской стороны, и моя жена, шестилетняя дочь, так были похищены и депортированы из Италии в Казахстан, тогда был мощный скандал, правительственный кризис, президент Италии заявил, что это позор для Италии, и сейчас завершается суд, прокуратура Италии предъявила обвинение большому количеству фигурантов, им сведет по несколько лет тюрьмы. Вот здесь аналогичная ситуация произошла во Франции. Я считаю, что соответствующие службы, большой круг людей, задействованы в этом сговоре, я еще раз говорю, это сговор, это не просто объективные действия французских властей, это сговор на разных уровнях, это требует тщательного исследования, требует расследования, и конечно в этом направлении я буду со своими адвокатами работать. Что в итоге мне предъявляет? Представьте, казахские власти меня заочно судили, при том это произошло в июне 2017 года. 20 апреля 2017 года я делаю заявление о создании политической организации «Демократический выбор Казахстана» и говорю о своих намерениях добиться смены политического режима у султана Назарбаева, и буквально через несколько месяцев этот режим меня заочно осуждает на 20 лет. Поняв, что добиться моих традиций невозможно, Назарбаев решил провести разные судебные процессы заочные, в которых не участвовали мои адвокаты, сфабриковать различные обвинения, свидетели под его контролем, они будут говорить то, что нужно, но на самом деле, даже если эти свидетели будут говорить то, что нужно, их показания не будут бить по закону Казахстана, то есть они не соответствуют законам Казахстана, и все эти показания свидетеля вообще ничего не стоят, абсолютно, я даже по этому поводу не переживаю. Важно другое, что в 2017 году режим меня заочно осуждает, буквально через месяц они обращаются в прокуратуру Франции, 3 года, даже больше, это дело вообще заморожено, никто не смотрит. В 2018 году меня заочно обвиняют, что якобы я заказчик убийства Жанна Тачишева, в 2019 году они без меня по всей цепочке, все инстанции проходят, и меня заочно осуждают на пожизненный срок, то есть все делалось с целью, чтобы разный механизм использовать и меня преследовать, и добиться, чтобы исключить из политики и уничтожить как политического оппонента. Я хочу вам сказать, что, уважаемые друзья, даже я получил статус политического беженства, все не так просто, не так просто, потому что, когда идет взаимодействие двух государств, здесь огромные интересы. У Франции компания Арева, она работает в Казахстане, добывает уран, есть нефтяные интересы, есть торговые интересы, очень много интересов внутри Казахстана, и, конечно же, эти экономические силы, они оказывают давление на правительство Франции, типа, давайте сдадим одного человека, а то нам тут будет очень хорошо. Это было и в Италии, это было в Англии, в Англии вообще, на правительство Кэмерона, они подписали контракты на 80 миллиардов фунтов, это порядка 100 миллиардов долларов, и условием со стороны Казахстана было лишение меня статуса политического беженца в Англии. Вы понимаете, какие масштабные игры идут? То есть, исчисляемые не просто там одним-двум миллиардом долларов, а десятками и сотнями миллиардов долларов. Это было и в Испании, это и происходит во Франции, это было в Италии, и поэтому, когда вот такая борьба идет, масштаб борьбы применяется с самой мощной разной приемой, и законодательство зачастую начинает давать сбои. Собственно, так со мной и было, я три с половиной года просидел во французских тюрьмах, ожидая окончательного решения об отказе, об экстрадиции, и вы знаете, была ситуация, когда я все проигрывал, потом выигрывал, потом снова проигрывал, и в итоге я окончательно выиграл. Но на это у меня ушло три с половиной года. Более того, Конституционный совет Франции, по моему заявлению, фактически принял судебное решение о необходимости внести поправки в Конституцию Франции. То есть, получилось, что на моем деле произошли некоторые изменения в Конституции страны. То есть, дырок законодательника оказалось много, именно на моем примере им пришлось даже поправки к Конституции страны вносить. В судебной практике таких пример тоже огромное количество. Это и в Англии, и во Франции. В данной ситуации таких моментов тоже очень много. В условиях, когда я политический беженец, в условиях того, что высший суд Франции постановил, что я являюсь объектом политического преследования, французское правительство не могло и не может рассматривать никакие обращения со стороны казахских властей. Никаких абсолютно не может рассматривать. Не говоря о том, что это дело уже не подлежит рассмотрению, хотя бы потому, что они меня заочно осудили, дали 20 лет, и Франция не может рассматривать. Ну и далее. Франция не может рассматривать какие-то дела, которые произошли в Казахстане, ну таким образом бы иначе был нарушался бы суверенитет, суверенитет страны. И все эти обращения о том, что соглашения взаимопомощи, опять же, не могут работать с Казахстаном, авторитарной, диктаторской страной, где правит коррупция, где воровство, где один человек контролирует власть больше 30 лет. И по этому поводу есть масса разных международных конвенций, договоров, именно связанных с тем, как в случае со мной. Мы эти аргументы понятно суде сказали. Я могу сразу сказать, что прокуратура занимала позицию, что эти обвинения надо расследовать, хотя они к Франции никакого отношения не имеют, что по себе это очень странно. И что Облязова надо арестовать. Ну, двое суток они меня поддержали, продержали под арестом. Это тоже отдельная история, как все это происходило. Я, конечно, дал предварительные показания. Все обвинения казахских властей несостоятельные. Меня задают вопрос, а как же вас Франция задержала? Наверное, вы нарушили законы Франции и так далее. Абсолютно не так. Никакие законы Франции я не нарушал. Никто мне это не вменяет. Это опять связано с Назарбаевым, с Казахстаном и заявление казахского БТА-банк в прокуратуру, прокуратуру Казахстана, прокуратуру Франции. Здесь большое количество лоббистов, огромные деньги вливаются, они здесь двигаются внутри правительства на всех уровнях и разными механизмами добиваются, чтобы я вышел из политического процесса. Чтобы я сидел в тюрьме, даже доказал несостоятельность этих обвинений, ну сколько будет длиться следствие, суд? Ну 2 года, 3 года. Ну нормально, человек 2-3 года посидит в тюрьме, а мы тут как-нибудь потом справимся с текущей ситуацией. Вот собственно такая у них идея. Они хотят меня экономически истощить, потому что эта борьба по сути дела приводит к тому, что нужно вкладывать много ресурсов в защиту, в адвокатов. Ну вы понимаете, что в этот момент у меня не будет возможности и времени заниматься политической борьбой, организовывать большую работу по смене политического строя. Сейчас Рижим Назабаев воспринимает для себя меня как главную опасность, как главную опасность, которую они пытаются любым путем устранить. И таких рода приемов очень много. Они ведут переговоры с разными странами, договариваются, чтобы там были возбуждены против меня уголовные дела, приносят такие же аргументы. А западная система, знаете, как устроена? Коллега, прокурор, государство приносит документ, там куча тысячи всяких разных папок, что-то написано, никто с этим не разбирается, они говорят, о, это же государство к нам обратилось, мы должны проявить уважение, должны пойти навстречу, здесь какие-то договора есть. Никто не вникает глубоко, что эти договора, они по своему статусу ниже других международных договоров, которые подписала Франция. Более того, приходится каждый раз одной группе сначала в одном суде объяснять, потом в одном ведомстве, в третьем ведомстве и так далее. То есть получается, ты одну и то же, что называется, картинку прокручиваешь много раз, и на это уходит много сил и времени, что очень важно. Вот, собственно, этой цели добивается Назарбаев и, ну, скажем так, частично добился. Двое суток я провел в тюрьме, вот на четыре дня я был выбит из политического процесса, и в какой-то момент мне придется давать показания. Мы, конечно, все эти действия следственных органов оспорим, будем подавать апелляцию, мы будем возбуждать встречные уголовные дела, но это вы понимаете, это ресурсы, время и так далее. Я уверен, что никакого успеха они не достигнут, но такого рода факты о чем говорят? Говорят только о том, что режим испробует все методы вплоть до физического уничтожения. Но я еще раз хочу сказать, что ничего это меня остановит, я сейчас еще более отмобилизован, мы будем еще более энергично действовать, собирать силы, пока я в информационном рынке вообще собственные произошли. Я хочу поприветствовать братьев кыргызов, поздравить их, что они нынешнего, вот совсем недавно, который был Женбек, Женбекова отстранили от власти, это был плохой президент, я к нему очень негативно относился, соответствующее я по этому поводу делал заявление, коррумпированный человек, отсталый, и очень здорово, что братьев кыргызов его отстранили от власти. Поэтому построить справедливую страну, я желаю успеха, отдельно я по Кыргызстану еще сделаю эфир, ну и собственно, что хотел бы сказать в заключение, что все эти обвинения, якобы там Аблязов украл 7,5 миллиардов долларов, это выдумки власти, выдумки Назарбаева, они каждый раз на каждом углу это повторяют, ничего нового не могут придумать, то 4,5, то 6,5, то 7,5, то 10 миллиардов, в России вообще договорились до 100 миллиардов долларов, все это байки, вы знаете, что в стране отсутствует уже более 11 лет, а под вашим носом вся эта политическая верхушка обогащается, держит в нищете всю страну, а я тот человек, который хочет добиться перемен, я приглашаю к сотрудничеству всех тех сторонников, которые действительно хотят активно действовать, белорусы действуют, братья-кыргызы, что называется, под нашим носом в один день изменили ситуацию, мы тоже это можем сделать, я приложу все силы, чтобы все это произошло независимо, как бы мне не было трудно, какие бы угрозы не шли мой адрес, что бы этот режим ни делал, я буду заниматься этим до тех пор, пока не добьюсь успеха. Алгак, Азастан!